удочка микада принцесс 5 метров друзья не забываем подписываться подслушано секреты рыболова на ю тубе на дзене группы у меня в одноклассника вконтакте набираете в яндексе в google и подслушно секреты рыболова находите меня и подписывайтесь друзья рыболову привет привет коллеги привет мои подписчики всех рад приветствовать на развлекательно-познавательном канале о рыбалке и отдыхе на природе подслушано секреты рыболова друзья готовлюсь к летнему сезону заказал себе удочку сейчас будем делать ее обзор эта информация будет полезна тем кто тоже ищет недорогую удочку не знает что купить вот информации в интернете по удилища много я объясню вам подробно объясню вам доступно у вас сразу сложится оптимальное понимание нужна вам такая удочка или не нужна сейчас на просторах интернета да и в рыболовных магазинах очень сложно найти какой-то недорогой дешевый товар чтобы был более-менее приличного качества я нашел удочку пределах тысяч рублей все положительные все хорошие и качественные характеристики данного удилища должны быть приняты с что это удилище ценового диапазона тысячу рублей то есть эти же характеристики для удочки в 5000 рублей вот естественно плохими но для такой удочки это очень отличные характеристики и так удилище микада принцесс 5 метров посмотрел я в интернете посмотрела в магазинах на том же алиэкспрессе эта удочка стоит 1300 1400 в магазинах они стоят полторы тысячи я нашел на озоне на озоне она мне обошлась девятьсот шестьдесят пять рублей по моему там у них цена динамическая на каждый день пляшет вот пришла мне эта удочка через неделю а уже девятьсот девять рублей она стала там проходит два-три дня опять меняется но сам факт что она до 1000 рублей вот что имеем значит написано здесь 500 это 5 метров значит здесь у нас high molecular carbon top technology то есть высоко молекулярный карбон значит уголь супер технологии и спешили powerful action особенно мощное действие имеется ввиду мощное удилище в принципе любое удилище с пропускными кольцами и с без инерционной катушки позволяет выводить рыбу не только там 200 300 грамм но и 5 килограмм там но и 10 килограмм то есть это все зависит от того какая у вас стоит леской как вы работаете со снастью как вы работаете с фрикционом как вы работаете самим удилищем вываживаем рыбу мы не на храпом не силы а измором с помощью сачка подсака поэтому тут умудриться сломать удочку на рыбе это еще надо постараться обычно удочки ломаются при забросе или когда их обрагульку бьют или а борт лодки алюминиевой и потом на этом месте зарубки удочка лопается так дальше 5 секций 5 метров значит карбон 98 процентов 10 30 грамм теста 98 процентов карбона естественно здесь и в помине нет значит а 10 30 грамм тест имеется ввиду что поплавочная оснастка которая используется здесь 10 30 грамм теста но это не спиннинг это удилище поэтому обращать на это внимание не стоит в основном мы пользуемся этой удочкой для ловли на поплавок поплавок дальнего заброса это может быть единственное что раз написано 30 грамм естественно уж не стоит ставить поплавок сюда 50 грамм а вот меньшую сторону там хоть один грамм ставьте никто вам не запрещает кстати достаточно узкая удочка я вам для примера сейчас покажу рядом спичный коробок вот спичный коробок вот удочка вот если так положить вот то есть довольно узкая удочка довольно приятная вес вес данной удочки 240 грамм для 5 метрового удилища с кольцами с фурнитурой и в ценовом диапазоне до 1000 рублей это очень и очень очень легкое удилище поищите еще до 1000 рублей удочку чтоб она весила 240 грамм с фурнитурой маховая удочка может весить легче потому что у нее нет ничего кроме колен здесь наверно железный катушка держатель естественно кольца железные которым сейчас еще вернемся поэтому вес замечательный хотелось бы коснуться строя этого удилища очень радует строй для такой цены найти такой строй это еще надо постараться то есть для простоты понимания если вы полностью разложили удилище на всю длину а в длину она кстати хоть и заявлено 5 метров длину она 4 метра 60 сантиметров то есть пять метров у них заявлено исходя из длины колен но каждое колено остается внутри предыдущего на несколько сантиметров поэтому общая длина удочки получается 4 метра 60 сантиметров но это вполне достаточно потому что вы пользуетесь или вот такой катушкой или обычной зимней катушкой которая вставляется и с помощью катушки который спускает леску естественно можно забросить дальше это не маховая удочка это баланская удочка вот строй строй замечательный то есть если удочку мы вытягиваем на всю длину она абсолютно не прогибается под своим весом она не супер жесткая она никак кол она имеет такой средний быстрый строй то есть если ей пошатать кончик и и колеблется но это не лапша очень трудно найти дешевые удочки чтобы были такого строя в основном дешевые удочки они либо вот такой вот толщины у них рукоятка огромная и они жесткие и тяжелые либо если они тонкие они прогибаются под своим весом вот и когда начинаешь покачивать удилищем она прям как лапша вот так колеблется это нет это не такое это довольно жесткая брал я его для того чтобы использовать на боковой кивок я делал боковой кивок как я его делал у меня есть предыдущие видео на канале посмотрите то есть буду я рыбачить с этим удилищем на боковой кивок на кстати вот чехольчик такой аккуратненький мелочь а приятно пришла такая чистенькая вся новенькая вот игру магазине я смотрел магазине 1500 они стоят в розничном значит как открывается закрывается вставляем кстати эту катушку я купил на алиэкспресс прям вместе с леской вот с этой естественно эта леска уйдет сразу детишкам или куда-нибудь на какие-нибудь оснастки ее я поменяю потому что она он пружинка вот но катушка 200 рублей 199 рублей на алиэкспресс мне обошлась вот вот так вот вставляется так вот раскрывается я планирую ловить на боковой кивок в камышах то есть мне нужно будет прям выдирать оттуда вот карасей крупных и так далее поэтому я думаю с такой катушками все-таки будет удобней работать я могу и приспустить и отпустить и фрикционом поработать но посмотрим до этого я всегда пользовался обычными вот такими вот катушками но столкнулся с проблемой что когда попадаете там карасик крупный от 500 грамм то уже проблемно с этой катушкой работать зимний вот будем смотреть будем пробовать здесь сзади такая пробка то есть порыбачили обязательно пришли домой вот эту пробку сняли и поставили удочку чтобы вся вода которая внутри стекла если на рыбалке складываете удочку рыбачили берег песчаный не поленитесь обязательно возьмите тряпку и каждое колено протрите когда складываете потому что песчинке попадут заезд потом нам учитесь такую удочку разбирать у меня кстати есть видео на канале называется заклинило удочку поможем наберите если интересно там рассказывается как расклинить любую удочку вот в этом месте где хрупкая вершинка когда нельзя здесь ничем таким плоскогубцами работать и тому подобное тоже интересно прям так называется заклинило удочку поможем так смотрим коленца здесь вот стоит одна такая вот резиновая вставочка колечко типа чтоб амортизировала никакой функции она не несет потому что она слабенькая она слетает и стоит она чисто символически вот я его лучше сниму и на кран поставлю так вот коленца теперь смотрите кольца сделаны довольно аккуратно применимо к цене 1000 рублей довольно аккуратно сделаны кольца и намотка аккуратная и сами колечки аккуратные то есть с этой улочкой можно будет не только с обычной леской но и с плетенкой поработать это конечно не спиннинг поэтому здесь плетенка так реально не участвует в забросах но использовать плетенку с такими кольцами хватит надолго 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 вот хлыстик на этом хлыстике есть специальное ходячее кольцо это сделано для того чтобы вершинка могла сложиться вся до конца если кольцо закрепить жестко естественно вершинка не сложится вот колпачок так далее и так резюмируя удочка 5 метровая в реальности 460 довольно легкая 240 грамм несмотря на то что обвешано такими железками железными кольцами строй средне-быстрый это не лапша очень ровный то есть если на вытянутой руке держите практически в одну прямую линию это удочка держится узкая рукоять довольно приятно лежит в руке с помощью вот таких катушек поплавок можно будет забрасывать на дальний заброс использовать матчевые поплавки и за 30 метров и за 50 метров можно будет забросить мне покупка понравилась сейчас буду собирать оформлять вот такой вот боковой кивок будем смотреть как себя удилище поведет во время рыбалок если кто искал удочку пока зима советую ищите в интернете микада принцесс надеюсь обзор был полезен поставьте лайк подписывайтесь на канал если вам не понравился обзор лайк не ставьте просто подписывайтесь на канал всем добра всем позитива всем здоровья до новых встреч дорогие мои коллеги по увлечению привет у